По пути на маяк получил сообщение от полковника. На связь вышла некая Гюль и предложила провести нас в центр связи, если мы поможем ей отбиться от местных бандитов. Оставаться в стороне от местных конфликтов, похоже, не получится. Мы слишком близки к цели, чтобы упустить такой шанс. Придется выручать девицу в беде. Приветствую вас, друзья, с вами Верус, и мы продолжаем играть в метро. А в меню по-прежнему все так же, Анечка пьет чай и лишь счетчик километров наматывает. Наматывает цифры и все, только счетчик меняется на данный момент. Ну, я обещал, да, держать в курсе, что там в меню меняется, так как вроде бы как обещали его оформление это самое меню по ходу прохождения изменять. Ну, вот как-то так. По главам, наверное. Тут три главы вроде бы намечается. То есть мы сейчас вторую уже проходим. Такую прям масштабную главу. Прям... Прям со всеми красотами. Ну, ладно, я где-то тачку тут бросал. Надо же ее... ...забрать. А где я ее оставлял? Блин, а где я тачку оставил? А я уже не помню. Карта, помоги. На карте тачка отмечается. Подожди, а что творится? Почему тачки... ...даже на карте нет? Я что, теперь пешком буду ходить, что ли, по пустыне? Вы что? Ребятки. А, вон она, вон она, она светит. Одиноким глазом все нормально. Там, похоже, ободочек этой лупы скрыл. Да, все-все-все. Не нравится мне эта лупа. Меня не испугали. Это мое хорошее. Зверь, мой мустанг. Так. Ну, у меня датчик пищит, а посмотреть... ...сейчас по карте... ...в принципе, да, мы рядышком. И если я правильно помню, то... Нет, не так. Не, не так. Во. Не, не то опять. Опять... Опять не те клавиши. Что, я на руку за рулем вообще никак не могу посмотреть? По-любому, как-то можно было. Ладно. Погнали так. Говори-говори. Слушай, барон говорит. Вы, мля, бараны-драны, а душмару поймать не можете. Подумали, а думали целой бригадой. Она там уже дюжину пацанов завалила с дачи. Ну, так если будете и дальше с раками думать, она всех положит и на вышку заявится. Знаете, какие истории лохматые про эту ведьму рассказывают? Ну, так если вы и дальше будете в том же духе выступать, они на нее и молиться начнут. Короче, мне реально похер, как вы ее возьмете. Хоть весь остров сожгите. Но если без нее вернетесь, я из вас всех баб сделаю, поняли? Типилы, мля. Все он, барон сказал. Барон сказал. Че-то как-то ты нестабилен. Так, ладненько. Ух ты, мы еще и на этой тачке можем кататься, да, в перспективе? Если ключи найдем. Вот это перспективы. Нифига себе, мы тут коней еще можем менять. Так, тут вагончик можно заглянуть, похоже, да? Нет? Ну, мне казалось, что да. Так-то аппетитно он стоит здесь тоже. Так, давайте вышку еще посмотрим. Может, что-то интересное найдем тут. Ну, песком либо бетоном залито. Здесь... Слово барона, закон мироздания. Да. Барон серьезный человек, похоже. Прям очень серьезный. Мы, на самом деле, сейчас на месте. И, похоже, реально нужно спускаться здесь. Ну, пошлите. Если нет, то че, зачекаем интересную локацию. В любом случае, мы будем выигрыша. Хм. Хм. Хнык-хнык. Так, он, похоже, сам умер, да? Интересно, а его добить было бы хорошим делом? Еще одни поджарились. Да. Дама-то тут суровая, я смотрю. Добьешь его, что ли? Датчик показывает, что уже один, смотрите. Вот здесь удобно лежать. Очень хорошо. Двое. Опять. Один. Не двигаться, самцы, можно получаться. Я не могу. Больше. Сил нет. Совсем нет. Нет. Хозяина, нет. Хозяина. Ты че топор-то достал? Куда он ходил? Он был здесь, я знал. Кто был здесь? Кто был здесь? Расскажи. Расскажи, вместе поищем. Этот шатан здесь? Что этот за собака? А че я его вырубить не могу, смотрите. А что я его вырубить не могу, смотрите. Я не предлагаю его вырубить просто. Хозяина. Аааааа. Хозяин. 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 Ааааа. Ты за эту шкуру бюль интересовался, что я знаю, кто такая, где взялась, не знаю, что тебе до неё, но как сыну у меня есть что про неё сказать, и даже много. Местные в самом начале ещё пробовали с нами воевать, ну понятно, без толку, поэтому, потому что барон сразу просёк, что теперь у кого стволов больше, тот и прав, ну и намутил себе больше всех, ну и потом уже как сильнейший подмял все бригады поменьше, один на один никто уже залупаться не рисковал, а объединиться у всех не выходило, никак не могли, да базариться кто по ханом будет. Лохматые, что без колёс по норам сидели, надеялись, что он сам куда-то уйдёт, а он никуда ехать и не собирался, а стал порядок тут наводить, ну тут уже местные рыпнулись было, ну куда там, мы их как котят раскидали. Так, тогда они партизанить начали, много лет, по ночам всякое бывало. Поехали мужики на патруль, только за бархан скрылись стрельба. Мы туда, машины раскурочены, бойцы все мертвы, кто где, как, откуда, ищи-свищи. В горах их много пряталось, делах матые, что под бароном остались, про них сказки зачиняли. Песни пели, подкармливали их потихонечку. Тогда я про эту ведьму Гюли услышал. Она соплюха ещё была, но уже тогда жестокая тварь, каких мало. Кто к ней в руки попадал, никакой пощады. Понятное дело, очень эта лохматым нравилась, мол, девчонка совсем, а наших вон как режет. Ну, они и про неё сказки сочинять начали. Ну, барон-то не дурак, знаешь, что с такими делать. Стали мы заложников брать. По десять лохматых за одного нашего казнили. Решил, мол, в этом посёлке дикарям помогают. Спалил посёлок. Лохматый что-то знает, живым не уйдёт. А перед тем всё нам расскажет. Ну, ты сам знаешь, как оно делается. Скоро рабы уже их больше нас боялись. Заметят лохматого с кем-то с гор. Всю семью его под нож сразу. Доложил раб хозяину о том, что видел подозрительного человека. Вот тебе тройная пайка. И от барона благодарочка. Начали нам этих уродов сдавать без счёта. Да мы и сами тогда уже научились их отлавливать по уму. И так годик за годиком, один за другим, всех их выловили. Сучка эта Гюль. Из них, пожалуй, вообще последняя осталась. Барон её, как поймает, на всю бригаду выставится. Зуб даю. Ты, главное, только при нём не ляпнешь, что она, мол, ведьма, и ей колдовство от нас уходить помогает. Он такого не любит. Раз. При мне до смерти тростью дурака поучил. Чтоб лохматчей сказки не пересказывал. Ещё приговаривал. Это вы, дебилы, косоруки. Поймать не можете. Вот херню такую и несёте. Вот и всё, что сам знаю. Ну а где родилась, кто родители, мы так и не нашли тогда. А хорошо искали. Мамка тебе там ништяков передала. Так колбасу я порезал, чтобы всё по понятиям. Барону, если интересоваться будет, от меня всегда уважуха и благодарочка. Ну а мужикам, всем, кого знаю, жму краба. Вот такая вот малява у нас, да? Про эту Гульчтай нам рассказали. Так, всё, пошлите дальше. А, сейчас этих типов лутать нельзя, к сожалению. Ловушки тут вообще. Шик. Устроилась она знатно. Ну а... Ловушки в стиле метро всё равно ставят баночками. Сигнализация такая, да? Помните, там у нас был один пассажир тоже такой, с понятиями нормальный. В первом метро ещё. Бугор, да? Да, вижу, точно. Но задрано уже шарить по углам. Да и подорваться тут, как два пальца. Ну и вообще, всё сработало уже по ходу. И чего мы тут забыли? Толку эту свалку охранять. А вот нарваться тут можем запросто. Прикольно. Прикольно. Это, похоже, локализация пару фрагментов оставила случайно. Я сомневаюсь, что специально. Чтоб эти типы так на английский раз и перешли, да? Значит, вот именно английскую речь мы тогда и на пароме слышали. Вот по этой же причине, скорее всего. А вот если мы сейчас его вырубим, он упадёт вперёд. Подожди, он сейчас может подорваться. Готово. Одной проблемой меньше. Не успели проверить. Я думал, если его сейчас вот так вот вырубить, он упадёт вперёд, сработает ли ловушка? Я думал, что он упадет вперёд, сработает ли ловушка? Я думал, что он упадет вперёд. блин с лазерной указкой учитель года чуть не спалил мне всю хату и чё ну мы думали так справа слева показывает датчик враги но не особо удобно конечно пользоваться им не сильно помогает карта в сталкере куда было полезней шип Так, Гульчатай, ты там держишься, я знаю, да? А это у нас что? Подожди Этот берег мы не чергали, а? Есть Еще какой-то объект Ну а там дальше за горизонт мы ничего не сможем сделать Так, туристы Где вы? Хотя, наверное, лучше все-таки ползком Они-то ушастые Ушастые Застрелила Вы же не будете реально активно что-то делать Шальны еще летают Сейчас поэкспериментируем Мы пока что гуляем, они разговаривают, общаются по душам Может реально что-то произойдет Какой Еще одного подожгу За это пару лет, сука Барон, барон Только про барон и говоришь Почему он не здесь? Наверное, барон слишком умный, чтобы сюда приходить Вас послал А вы Послушайте, что Пошел умирать Барон за мой труд Вишка свой обещал, Олег Свой рабы Свой шлюх Из фашизиса Обещал, да? Получать вы пуля в лоб А не вышка Мальчая красотка О, тут что-то интересное есть еще Вы там это Разговариваете Так, так, так Зажигалочку давай тогда Только не говорите, что это Это Тайный вход Да, тут можно что-то открыть, закрыть Ну давайте еще погуляем Что, хорошая погода Лодочка Эхо, лодочка Плывили Лодочка Тут у нас ящичек Никакой тетрадочки Конвертика Журнальчика Нет В лодке Тоже На первый взгляд Ничего Значит пока что наверх Пока что наверх А там дальше уже откроем ворота Снайзеры Надо было вызывать Че мы тут спусков С ними нашими настреляем Вон она Она, смотрите Ночью надо было идти Так она всех перешет Так вы так в принципе не днем На самом деле Вы ночью начали ее щемить То что сейчас утро Это не меняет А перебраться вон туда нельзя Сейчас Ну просто это уже эксперимент Прям ну вот Наглость Не, стена А нет, не стена Смотрите Но наверх Мы не залезем Никак И обратно У меня такое ощущение Что сейчас никак Не, обратно можно нормально А это вот ворота Которые как раз Мы видели внизу Значит все нормально Значит можно их открыть Ща, 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 ща Ребят Повеселитесь пока Ну че вам Пошмалять учения Не, ворота Это вон те мы видели Вот они А это все-таки В ее сторону Ворот Ну открываем В любом случае Пора Пора, пора Пора, пора, пора Засела шкура наверху И хрен ее доберешь Русско-украинский словарь Да Ух, блин Да и пути Братья, аху Надо было, брат Нахер Ну я ее нахер И привет Так, ну че Где можно дернуть Нажать еще Че нельзя что ли Серьезно Че мы зря Заряжали Карта вон Рубашечка Пультик Пультик неактивен Открыточки все-таки эти Мы не можем использовать К сожалению Здесь рупор тоже молчит Здесь никак Здесь ничто Здесь тоже Ничего Ну как Ну че Че-то не то Я понимаю Тогда нам нужно В любом случае В лоб их бить Ну как в лоб Под хвост В лоб мы могли бы бить Как раз если бы эта дорога Вела к ней А мы уже Из вышки Помогли бы расстрелять Эту собачью Сувору Не Никак Не откроем По крайней мере Пока что нам Ничего не светит Здесь на всякий случай Посмотрим Может питание Позволило нам Что-то здесь сделать Нет Ничего Все уходим Эх Жаль Жаль А такое место Интересное Но чувствую Что сюда мы еще Придем Не в последний раз Наверное Уже вон День даже Рассвет Красивый Ой там Кровавый Рассвет Прямой Какой Безоружие Что-либо Прибыла в Одессу Банда Из Амура В банде Были Урки Шулера Да ладно О это Этот же Бульдог Да Может быть Вместо Калаша Возьмем Кровавый Рассвет Все-таки Не зря Че ты Стенку Хрена Че она тебе Сделала Дружище Пу-пу-пу-пу-пу-пу Ранил Нет Нет Как в сталкере Тут Такого не будет Похоже Ладно Че мы тогда Выделаемся Уже Достаем Калаш И все Глушителем Корявеньким Да ладно Он раненый Лежит Представляете Здесь Серьезно Все-таки Они тут Никто Никто Сюда И беда Знакомая Фраза И сюда И беда Так Огонь Этот парень Мы поняли Больше Никого Здесь Нет Вот Бульдог Он враг Ты его убивал Ты друг Думаю Дверь Бекину Ты стой Я лыда пущу Фонарик Выключи Сейчас у нас Переводчик Будет Уже Иду Сюда Да Сейчас у нас Тут просто Осмотр Местности Красотища Уже Уже У нас Солнышко Взошло Красиво Все Все-все-все Поднимаемся Не переживай Там только Кайфово У тебя лифт Я смотрю Звук был Вроде как Хорошее дело Может То, что мы Этих Не добили Хотя я плохую Не помню Как звучит Дело Хорошее В последнее время Проходи Кто убил Мунай Бай Мой друг Мунай Байлер Народ Гюль Весь в кун В рабы превратил Меня так же хотел Лучше смерть Маяк Сейчас Слышите меня Прием Маяк Отплески Наш человек У вас Прием Слышу хорошо Ваш человек Помог мне Гюль В долгу Но зачем Вы здесь Пять лет Никто не приходил Один Мунай Байлер Гюльнара Что вы знаете Об антенах После вашего Маяка Раньше До войны Центр связи был Мама Работала Офицер связи Раньше Брошен Давно Был там После войны Искал следы Мама Ничего Не нашел Брошен Гюль Услуга За услугу Мы помогли Вам Помогите Нашему Человеку Попасть Внутрь Хорошо Я помогу Артем Надо найти Архив Он должен быть Где-то рядом С командным Центром Ищи снимки За послевоенный Период Только свежие Кода С 2013 Дамир Скоро будет Да Можешь на него Рассчитывать Конец связи Если идти Сейчас надо Пока Новый Мунай Собака Не приехал Рабочий Верстак Если надо Пользуйся Да Там Всякие Опасность Может быть Умный Человек Не ходит Ты Умный Но У тебя Выбор Нет Я обожаю Акценты Это Очень Круто Так Здесь У нас Есть Удлиненный Ствол Это Можно В принципе Превратить Тогда В снайперку Помощнее Но Нам Глушитель Все равно Важнее Хотя Есть Тот Тихарь Чем Не оружие С глушителем Да Ладно Так Электрооборудование Вот Фонарь Повышенной Яркости Замена Лампы Накаливания На дуговую Да Помогает нам Чуть Ярче сделать Этот фонарик А подожди А я оружие Могу здесь Заменить На верстаке Или это нужно Обязательно На поезд Сейчас Секундочку Да Это нужно Обязательно На поезд Идти К нашему Токарю ТТшнику Токарев ТТшник Токарь 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 Ждешь Наш Готов Ждешь Нашу Скорее Тогда Торопись Да Фонарик Так-то Да Похоже Поярче Стал По крайней Мере На людей Интереснее Смотреть Стало Вон Новые Места Мы Отметили Здесь Возможно Стоит Знаете И взять Потом Зачекать Пораньше Потому Что Предыдущая Локация Волга Показала Что Ну вот Оставлять Некоторые Точки До момента Что По пути Будет До война Красиво Был Море Был Не стоит Пять лет Пять лет Был Мама Молодой Был Живой Был Теперь Пустыня Звери В уроды Превращал Люди В звери Превращал Народ Гюль В звери Превращал Не сам По себе Нефтяной Собака Превращал Море Уходил Нефть Оставался Старик Умирал Молодой Оставался Собак Нефтяной Слушал Собака Говорил Он Бог Огня Теперь Молодой Поверил Тени Правда На лице Видите Как-то странно Себедут Мама Умирал Гюль Один Оставался Я Что-то Думал Что тебе Так-то Под 50 Лет Будет Гюль Гюль Пошли Раненых Не осталось Я смотрю И ползли Что-ли Значит Наверное Реально Хорошее Дело Сделали Что Их Не добили Так Ну Ты Команду Или Мы Сейчас Спускаемся В тот Самый Бункер Куда Я Уже Наведывался Скорее Всего Ты Че Их Топчешь Там Один Я Сюда Ходил Один Знаю Как Дверь Открывать Вниз Не Ходил Вниз Пауки Вниз Ходил Пауков Уже Видел Видишь Проход Здесь Туда Лез Потом Я А Здесь Лифт Был Если Я Здесь Прячусь Ладно Она Даже Не Смотрит Пошли Я Уже Включил Там Свет Уже Все Условия Свечи Стол Не Успел Накрыть Только Давай 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 Да Спасибо Открывай дверь спасибо что заметила приятно приятно когда оценили на работа вообще прям аж покраснел немножко вниз впереди потом налево там проход есть узко я здесь остался за электричеством следить чтобы не выключал а как же ты сама ходила тогда скажи мне пожалуйста кто следил за электричеством так где-то на командном уровне должен быть архив спутниковых снимков мне нужно найти самые свежие полученные после войны начиная с 2013 года так вот сюда так значит вещи еще скорее всего будут там какие-то личные у нас 1 минус 2 минус 3 все да идите вы нафиг старые знакомые твари подколодные как же я их не люблю фирштейн моя твоя понять так а вот здесь мне кажется это не основное место можно и заглянуть сейчас сейчас какую-нибудь книжечку найдем или он личные вещи а может это все и да что ж такое то а может это все одно будет реально ее журнал личный мы почитаем и гульчатай отдадим тем более наличика не прячет так пульт хотя были может сюда и надпло перепрыгнуть ну вряд ли вы охамели фонарика не боятся удобно что на самом деле удар ножом сделали на кью то есть теперь убивать и вырубать одинаково удобно но я по старой памяти больше вырубая даже бандюков и всю эту шелупань так вон тело вижу возможно что-то интересное вот нет ничего интересного просто просто хлам какой-то хотя с другой стороны если бы везде да в таком подозрительном месте был бы полезный лут может не так интересное было бы рыскать а так ты вечно голодный художник должен быть голодный вечно ищешь что-то интересное жаждешь новых приключений жаждешь нового оборудования не успеешь заживаться так здесь все тихо рубашечки и рубашечки противогаз стол капитан очевидность в действии халатике но такое ощущение что тут реально что-то было до радиоактивное или медицинское подожди нафига тогда халатики матрас чисто-чисто ладно пошли вниз обратного пути нет давай лампу зажжем чтоб можно было спокойно начать летаться книжки метро камеры реалити шоу как там он выживший назвался не не выживший блин я забыл когда они там камеры нашли да потерпели бедствие на самолете да ладно как ты там прополз по бетонный то ли те поуздейте его уже они в себя кали пика да что ж вы ли а это наверно один и тот же так на столе не отвлекайте блин из-за вас я сейчас что-нибудь пропущу однозначно блин а особо так ты не прочитаешь да что здесь написано 10 часов почти правильно книжка нет по-любому тут должен быть какой-то журнал а что-то такое должно быть вот теперь пауков можно не бояться забавная история да если подстрелила вообще обосраться можно было календарь за какой будет за 80 чуть здесь с 80 никого не было не ну по пк так-то похоже ну а вот он он наш артефакт который мы так искали давайте посмотрим что за записки служебная записка 12 января 18 года оставить панические настроения отставить друзья мои предсмертную записку полковника маркова сдать в архив под грифом совершенно секретным никто кроме нас троих не должен знать об этих приказах фактически не имеющих силы поскольку отдавший их человек покончил с собой не будучи готов нести за них ответственность директивы 01 придерживаться жестко полное радиомолчание война продолжается и мы солдаты даже если бы мы решили последовать этим преступным приказом у нас нет бойцов нет подходящего транспорта преодолеть тысячу километров зараженной территории для личного состава невыполнимая задача исполняющий обязанности командующего центром спутниковой связи каспий 1 подполковник рв новиков вот такие вот события какие-то тут происходили он что-то там отдал приказ я сначала подумал что он отдал приказ там это покончить всему личному составу до жизнь свою собственно ручно но судя по дальнейшем описанным событиям пока что на данный момент да похоже на то что он приказал куда-то ехать куда-то добираться с кем-то воевать и с кем-то сражаться может так там уже все смотрели можем идти сюда погнали дальше и 1 записка но немногое пояснила я думаю что здесь что-то еще будет поэтому продолжаем смотреть искать книжки аккуратно либо вот текст за то что на нижнем уровне получили как крайний раз тряханула газ просачивается таксичный чтоб ты понимал вентиляции его пока вытягивает справляется но что если снова свет открутится или тряхнет еще разок и трещины пошире откроются я викторычу доложил он в своем репертуаре сидит у себя в командирском кабинете бухает и толдычит одно и то же не разводить панику придерживаться директивы 01 уже не знаю что тут вот еще у меня вопрос по поводу убитого вот этого персонажа это из личного состава или просто потом какой-то сталкер пытался залезть ну не на все наши вопросы мы получим ответы на самом деле сожалению не ну учитывая что они не разложились совсем это произошло но не так давно все хотя нового опять же это играю игровая условность все может быть надо придираться до до атмосферности решили сделать так еще они в скелет не превратились еще они не раздулись или уже сдулись ну вот например да вот этот тип явно подольше сидит ничего что я зажигалка и прям в газ в этот нет нормально все либо не продумали либо это просто сквозняк хотя даже обычная пыль может взорваться на самом деле тоже зерно это очень взрывоопасное вещество а нас уже ждут ракообразный блин англо стыке по верхнему татьюк тупой их что каждый раз мурашки пробегают так ладно наверху мы еще прогуляемся все равно там на лифте возвращаться буду я думаю ищем какую-нибудь книжку ищем какой-нибудь журнальчик книжку телефон звонит в луче надежды уже звонил нам один телефон до когда мама там с артемом разговаривал на столах пока ничего но ну перепрыгнуть вот честно будет в реальной ситуации нет наверно аж подскочил бы от этого звука в пустом таком помещение не допрыгнем сжечь это пути так ну что здесь пока что ничего мы на столах не нашли по карте по карте тоже пока ничего особого какие-то разметки южной америке немножко не повезло вообще было бы круто на самом деле вот реально то что мы разговаривали да о камеры работают нифига себе в плане вот вселенной метро представить как выживали другие континенты другие страны и это было бы круто то есть в той же бразилии побывать в аргентине в африке в америке ну америка это фоллаут в принципе можно сказать мы там уже бывали но вот в бразилии я побывал бы с удовольствием особенно после того как прошел 3 макса это что же можно было бы как-то интересно все обыграть что происходило там как выживали что делали где прятались дверь закрывать надо занята ни стыда ни совести мне кажется тут даже можно не убирать зарядку оружие не пригодится и ну по закону подлости сейчас должен кто-то выскочить и ну срочно пригодится но так-то интереснее давай так по крайней мере тебе будет возможно именно в архиве тогда мы найдем останки ну или вещи матери до гель читай смежное помещение вот книжечка еще записки горю тут еще нам пояснят что происходит здесь давайте почитаем так анализ снимков анализ новейших снимков позволяет заключить что водохранилище быстро накапливает радиоактивные элементы но поскольку они оседают на дне и мало взаимодействует с экосистемой ниже по течению экологическая обстановка в рассматриваемом регионе остается относительно безопасным очевидно однако перспективы долины полностью зависит от состояния шлюзов если они останутся закрыты можно сделать уверенно благоприятный прогноз на 10 лет на десятилетия вперед если же вода прорвется она принесет с собой тысячи тонн радиоактивного ила после чего долина не будет сильно отличаться других зараженных территорий 12 февраля 2018 года не так давно это произошло то на самом деле так ладно давайте заглянем в это помещение вот отлично в одно место все в одно место я сказал пока мы вас еще дальше не отправили еще будут выпрыгивать по-любому не надо расслабляться а вот она вентиляция сюда мы на самом деле должны лезть то помещение я зря проигнорировал что-то у меня сегодня какой-то день хождение правильным путем что не выберу то сразу основная прям линия продвижения ну давай артем ну чуть-чуть но живее ну двигай лапками пожалуйста мы должны в эту комнатку заглянуть вот это похоже мать и и фотография наверно да ну да похоже даже свечечку зажжем так это часы да он блин она по карте что плохо отсвечивает вижу какой регион именно по времени хотя это может ну просто вот это похоже на южную северную америку не она ладно проехали давайте радио послушаем перебрались на старый маяк о том чтобы дальше жить стюль в этой норе не может быть речи каждый день открываются новые газовые гейзеры скоро весь бункер завалится надеяться не на что никто уже не знает зачем мы здесь работать невозможно спускаюсь вниз только за жалкими крохами которые теперь называются пайком ну тени конечно вообще да вот странно все ведут так кассету бы тоже забрать но и не или можно нет нет заново просто все погнали все мы идем главное чтоб сейчас никакого паука нас не прыгнула я сделаю вид что я этого не видел ну а ну а ну а Фонарик наше самое грозное оружие. Спинюшник, блин. Это ж новые, либо они заживают. На ходу. Да отстань ты, а. Задрал уже. Мы из-за тебя ползем, как черепахи. Но мы не будем с тринадцатого года начинать. Мы начнем со всех годов. Нет, нельзя. А жаль. Сентябрь, август. Все по годам тут. Ладно, давайте пока что архив зачекаем. Хотя, учитывая, что я выбираю сейчас исключительно правильные пути развития событий. Так и надо делать. Так, вот десятый год. Вот девятый. Ну давай. Можно было и предыдущие взять, на самом деле. А, ну тут какие будут, да, уже? Вот он в чем разговор. А что они пустые? Превратились в пыль уже, что ли? Все, потопали. Карты у меня. После войны центр связи продолжал собирать данные несколько лет. Так что эти карты могут содержать всю нужную нам информацию. Надо вернуться на базу и внимательно изучить их. Это наш лучший шанс найти нетронутую войной местность. Не, больше ничего нельзя. Ради интереса зачекать. Товарищ командир. И у вас ничего нет. Как так? Радио есть. Давайте включим. Послушаем, что они записывали. Здесь, когда у нас наконец-то есть снимки всех крупнейших агломераций страны, очевидно, что надежда на то, что какой-то из крупных городов избежал удар, были беспочны. Особенно досталось Москве. По новым данным, жить там все, по-просто, невозможно. Хуже, разве что-то... А, смотри, я нарисовала! Кто это пришел? Это я. Я нарисовала. Вот. Какая ты молодец. Старший научный сотрудник Хакимова. Тут серьезное совещание. Заберите ребенка. Пойдем, Юль. Нельзя сюда. Пойдем. Там все покажешь. Пока мы ждем. Прошу обратить внимание на территорию противника. Здесь и вот здесь. Мы явно видим электрическое освещение. Если бы не директива 01, если бы была хоть какая-то связь, нам следовало бы немедленно передать эти координаты для нанесения контрольного удара. Вон оно что, да? Еще интересно это творится. Так, так, так. Ну тут ничего. Тут тоже. Во. Вот здесь мы еще не зачетали. Конечно же, книжечку видел я. Я видел, не переживайте. Естественно, в этот раз я ее видел. Последние приказы. 12 января 18-го. Хотя там записка была 12 февраля, да? Чуть раньше мы читали. Вот, да. 12 февраля. Пять лет с последнего сеанса связи с командованием. Пять лет мы выполняли приказ соблюдать полное радиомолчание, ждать инструкций. Пайки сокращать больше некуда. И тем не менее, запасы продуктов будут полностью исчерпаны к лету. Ресурс техники и силы людей на исходе. Нарастающая сейсмическая активность разрушает комплекс. Времени у нас осталось немного. Экологическая обстановка снаружи ухудшается с каждым днем. Спутниковый мониторинг позволяет заключить, что уровень радиоактивного заражения местности превышает все спрогнозированные сценарии. Пересчитать относительно чистые зоны в северном полушарии можно по пальцам. Ближайшая более чем в двух тысячах километрах от нас. В сложившейся обстановке я не могу более нести ответственность за личный состав. Последними моими приказами будут нарушить директиву 0.1, выйти на связь с правительственным комплексом в Ямантау и потребовать дальнейших инструкций, соответствующих сложившемуся положению. Если в течение трех суток таковые не будут получены, покинуть центр связи и пробиваться к ближайшей чистой зоне. Это две с половиной тысячи километров, и я не представляю, как преодолеть сложившиеся обстановки, однако добраться туда единственный способ обеспечить выживание личного состава. На этом я слагаю себя полномочия. Бывший командующий центром спутниковой связи Каспий-1 полковник М.С. Марков. Вот такой вот приказ в итоге он отдал. Ну, в целом, с Ямантау связаться, если б получилось у вас, хана бы вам было в любом случае, да? И ладно, вот он сложил себя полномочия и получается... Застрелился, хотя пистолета нет, да? Либо убрали. Ну почему вот эти ребята тогда тут лежат? Вроде там другие командиры взяли на себя обязанности и тому подобное. Ну да ладно. Получилось так и получилось. Это хреново, я тебе скажу. Сейчас пауки полезут сто процентов со всех щелей. А свет-то пока горит. Шли вон. Закопался в... Закопался, я сказал. Чтоб тебя. Вот неудобно. На одну же кнопку он и лечит себя, и ножиком должен бить. При этом он в первую очередь пытается себя полечить, а потом только бьет ножом. Чувствую, такое бы было бы. И с бандюками. Если б я их каждый раз пытался бы на нож посадить. Давай, на пузо, на пузо. Да чтоб тебя, ну прирежь его. Я же специально подбежал, они тогда переворачиваются над пузом. Давай, давай, давай. Привет, сейчас заплатку сделаем. Все, ладно, наверное, сваливать надо просто, просто бежать отсюда. Нафиг. Можем заглянуть на всякий случай. Что интересное тут найдем еще раз. Мы тут смотрели уже все, лутали. Ну, всякое бывает. Чтоб шли вон, шли вон. Где-то свет там клацнул. Так, а лифт здесь, да, у нас? Подождите, откройте мне лифт. А, вот, все, открылся. Приехал. Вы не продержитесь долго. Да там благодать выйти на свежий воздух по лестничке. А, вы спустились все-таки? Включай свет, подружка. Я патроны на этих пауков не трачу. Так, ну, здесь вот как раз-таки я и не походил тогда, да? Не побродил, не походил. А, сейчас, да, мы не дадут походить. Вон, вырубается потихоньку свет. А, больше штуки нечего смотреть на самом деле. Зажигалка нас спасает, смотрите как. Это именно зажигалка, не думайте. Дергай за рычаг. Как-то у нас. Так что, осталось отвезти к полковнику на базу. Кстати, тачку эту я пригнал. Она тут, на причале. Спасибо. Как этот лифт вообще работает? Весь бункер ведь в трещинах. Мама говорила, его много чинил. И остальное тоже. Ты прокмет. Спасибо тебе, Артём. Это тебе. Когда я маленький был, отец дарил. Дамир говорил, с вами девочка едет. Отдай ей. Пусть удачу ей принес. А не будет свет в конце туннеля, доброе дело. Мунай Байлер много поход ушел, почти весь. Если Арда был тут, вы бы уже мертвый был. Думаю, это наш шанс что-то изменить. А, Мунай Байлер. Это по-русски получается. Нефтяники, пожалуй. Пропустил. Вот, исключительно ради этого, да, ты останешься? Барон. Мой народ сам выбирал свой судьба. Как это сам? Сами в рабство пошли? Сам, сам. Мунай Байлер сказал, работал на меня, я защищать буду. Он согласился. Мунай Байлер сказал, почитал священный пламя. Он тоже согласился? Но тогда ведь у них и выбора не было. Сражался был выбор. Сражался и умирал, но не вставал раб. Не все к этому готовы. Надо был готов. Я всегда готов. Потому и сражаешься одна. Для барон меня один хватит. Ну, убьешь ты его. А дальше? Барон мертвый будет? Тогда буду продальше думать. Тоже верно. Иди, Артем. Удачи пожелать. Я тебе удачи пожелать. Больше поговорим. Расскажешь потом все. По воздуху. Артем священный. Так. Хорошей дороги. Спасибо, спасибо. До свидания, Артем. Саул. Саул, Саул. Машина, зверь. Газовая служба. Главное, ковер какой хороший. Так, что у нас по карте? Давайте посмотрим. Куда нас ведут? Домой, да? То есть, мол, иди домой. Ну, по идее, в эту, в ту. Вон, если куда стрелочка показывает, да? Часть карты мы еще не лезли. Поэтому, если туда нас будут толкать, однозначно надо будет чекать все вот эти точечки. Ну, и по пути можно будет их заодно почекать. Все равно, смотрите, вдоль дороги. Сколько здесь добра будет. Ух, сколько добра хорошего. Но, в любом случае, на сегодня все. Сделаем это уже в следующей серии. Вот как-то так, друзья мои, получается. Вот такой вот поворот событий. И барона, наверное, будем убивать все-таки. Барон ненормальный пацан. Не по понятиям он здесь развернулся. До следующего видео. Всем добра.